всем привет друзья всех с наступающим новым годом вы на канале воин и тут как всегда только самые свежие и интересные новости из мира бокса но прежде чем начать выпуск хочу сказать большое спасибо за вашу поддержку в комментариях это очень помогает нашему каналу еще раз большое спасибо ну а теперь переходим к новостям погнали как передает boxing news 24.com сауль альварес согласовался дозон потенциальных соперников на бой в мае 2021 года перед майским выступлением канала планирует феврале сразиться со своим обязательным претендентом на титул wbc в супер среднем весе вне элдерымом случае сиканал обойдется без травм то возможными вариантами на традиционный поединок в честь праздника синка де майо для него является третий бой с геннадием головкином а также объединительный поединок во втором среднем весе чемпионом wbo билли джо сондерсом и обладателем пояса ibf к альбом плантом а пока журналист the ring майкл монтеро считает что бой геннадия головкина с японским боксером риото муратой имел бы большой успех головкин против муратой в японии это действительно большой бой это сделал бы большую толпу в токио дом а также привлекло бы сумасшедшее число зрителей написал монтеро журналист боксинг-джанкин крис сантос предложил геннадию проверить себя супер среднем весе головкин 168 фунтах для меня гораздо более интересен чем головкин 160 фунтах зачем сбрасывать так много веса в 39 лет неважно кто соперник элитный или уровнем ниже сейчас головкину лучше попробовать себя в 168 фунтах и сосредоточиться на силе а не на сбрасывание веса поединок артура битребиева против адама дайниса который должен был пройти в москве 30 января вновь отложено неопределенное время на этот раз причиной стал положительный тест битребиева на коронавирус о чем сам боксер сообщил на своей странице в инстаграме как сообщает портал и спн со ссылкой на источники в американской промоутерской компании топ рэнк представляющий интересы битребиева ожидается что его бой будет принесен на весну следующего года американский проспект легкого веса райан гарсия поделился мнением о василия ломаченко кого побил василий ломаченко он побил кэмпбелла вы уверены в том что у него были хорошие соперники им не хватает таланта да я вижу что ломаченко хорош но в этом весе у него нет скорости взрыва он мог контролировать соперника в своем весе полу легком и в первом легком для меня ломаченко не мэнни пакео который мог выдержать этот вес ты должен быть легендой чтобы двигаться по этим весовым категориям как например канело люк кэмпбелл признался что мало следит за карьерой райана гарсии за исключением нескольких видео с тренировок которые американец периодически выкладывает социальных сетях по словам люка райан хорошо выглядит на этих роликах но он сомневается что гарсия сможет всем этим воспользоваться в бою я мало что знаю райане за исключением того что у него огромный профиль в социальных сетях очень много подписчиков когда у вас такая большая аудитория то вы должны поддерживать их интерес с помощью различных материалов и видео но я не следил за его жизнью у меня не было причин для этого вся его техника и мастерство хорошо выглядит на видео но есть много парней который показывает отличный результат на снарядах а в ринге все оказывается по-другому вы можете нанести тысячи ударов за 5 секунд но это нереально сделать во время поединка джеронте дэвис не понимает критики в адрес василия ломаченко после его поражения тефима лопосу я думаю что он легенда отличный боксер чемпион в трех дивизионах да и не понимаю почему у него пытается отобрать эти заслуги у фанатов бокса много проблем здесь много троллей они сами сделали из него бога проблемы в ожиданиях дмитрус андрейд выразил желание провести поединок с били джо сандерсом причем ради поединка андрейд готов даже уступить финансовом плане я готов заработать меньше денег именно это и готов сделать я могут согласиться на ту же сумму за которые дрался с лямом уэльямсом я готов согласиться на эти же деньги в бою с били джо просто чтобы показать ему что я хочу этого поединка что я заслуживаю его и что необходимо идти на жертвы чтобы его организовать все до зон матч рум я и дабл био мы все собираемся вывести это на новый уровень именно эту я и пытаюсь добиться невзирая на то какой меня ждет результат победа поражение или ничья я ясно дал понять эйди хир но что хочу этого боя я не знаю что происходит со стороны сандерса но мы все должны взять трубку и сделать это конце концов это здорово для бокса нам это нужно это нужно всем били джо это большая битва в нее идут два непобежденных элитных парня пусть победит сильнейший а на этом у меня все друзья обязательно пишите в комментариях что вы думаете обо всем этом мне будет интересно узнать ваше мнение поддержите это видео своим мощным бойцовским лайком это очень помогает нашему каналу в продвижении на youtube и главное всем крепкого здоровья удачи во всем и увидимся завтра всем пока